Здравствуйте! У нас сегодня передача «Фестиваль российской науки». Пора начинать. Вот сейчас вы узнаете, о чем эта передача сегодня у нас. Минуточку терпения. Поехали мы однажды беседовать с академиком об адронном суперколлайдере, о физике элементарных частиц, а попали на пожар. Сняли мы пожар на всякий пожарный случай, как пожарники тушат, как вертолет летает над дымным пожарищем. И вообще, бывает, снимем какой-нибудь материал, а он не монтируется в передаче, или по времени не подходит, или теме не соответствует. Так у нас накопилось материала на целую передачу, материал не вошедшего в запланированные передачи. Но материал представляет интерес для зрителей. Вот смотрите, вы такая попури из научных и околонаучных тем. Любое технологическое приложение, если его приложить к медицине, всегда будет востребовано, успешно и найдет своего потребителя-инвестора. Вот какой сюжет есть про применение ультразвуковых методов диагностики. Андрей Георгиевич, вот у вас тут у нас интересная какая-то композиция. Девушка сидит, опустивши руку в какую-то ванночку без воды, красная голова с вылупленными невидящими глазами, компьютер. Что это вообще все такое? Начнем с того, что красная голова – это чисто рекламный ход и не имеет отношения. А все остальное вы видите процедуру ультразвукового сканирования на предмет заболевания такого остеопороза, связанного с разрежением костной ткани и со всеми вытекающими последствиями. Особенно это актуально для женщин старше 40 лет, потому что многочисленные переломы, проблемы с парадонтом, то есть с зубами, с устойчивостью зубов. Девушка держится рукой за такой вертикальный штырь круглый, да? Да. Это что, генератор ультразвука, наверное? Да, здесь стоит генератор ультразвука и приемное устройство, которое после обработки идет в компьютер, и высчитывается ряд показателей, в том числе и средняя плотность ткани. В зависимости от веса пациента, возраста, сопутствующих заболеваний, производится оценка. На основании этих исследований даются рекомендации, стоит ли проводить рентгеновскую денситометрию. Этот метод называется денситометрия. То есть это предварительное обследование, сканирующее. То есть как прохождение ультразвука через руку, по его коэффициенту поглощения, вы обо всем и судите, да? Да, совершенно верно. Так, а приемник это вот то, что оболочка ванны? Ну, здесь с одной стороны генератор ультразвуковой, с другой стороны приемный устройство. Вот я вот помню, у микроскопов есть такое название, там в комплект входит объектив для масляной иммерсии, да? То есть чтобы иммерсия, вход в объектив свету произошел, между объектами они надевают масло оптически прозрачное. А вот тут-то я смотрю, как так вот должна быть вода, наверное, или что-нибудь в этом роде для иммерсии. Нет, специально. Когда УЗИ делают, ведь там, помните, накирают это место каким-то. Да, совершенно верно. Но используются немножко другие частотные параметры, во-первых. Во-вторых, сама система обработки сигнала такова, что в данном случае не требуется никакой проводящей среды. И в этом, кстати, большое удобство аппарата. Представьте, сколько нужно было бы среды заливать в эту ванночку. То есть идет сканирование, это подвижный датчик, который не точечно определяет. Вот на экране здесь видно как раз, что все предплечье практически видно. Нижняя предплечье видна, то есть сканируется датчик полностью. Очень приятно всегда на выставке или где-нибудь еще встретить того, кто нас знает по телевизору. Он смотрит нас, он знает нашу передачу. Это очень здорово. Понимаешь, что не напрасно работаешь, что кому-то это нужно. Передачи, которые нравятся, это дискуссионные материалы, на общеобразовательные, на исторические темы. Нравится раздел по рукоделию. Хотелось бы больше видеть, наверное, передач, дискуссий на обсуждение инновационных таких-то тем. В том числе и нравится ваша передача, репортажи с выставок. Побольше таких интересных передач для неглупых людей. Некоторые люди пытаются разговаривать со своими не родившимися еще детьми. Это называется внутриутробное развитие, та стадия, когда они еще не родились, или перитональное. Не знаю, правильно я выговорил медицинский термин, но это примерно так. Ну, не знаю, слышат ли они людей. Наверное, слышат, узнают голоса. Но самое главное, что современные приборы позволяют зарегистрировать реакцию ребенка на то, что происходит с их мамой. Представляете? Они, оказывается, вместе живут, сопереживают. Мама волнуется, ребенок волнуется. Сейчас мы вам покажем прибор, который это все может показать наглядно. У вас прибор какой-то такой доплеровский измеритель чего-то. Для чего он у вас предназначен? Данный прибор предназначен для акушерства, гинекологии и перинатологии. Перинатология это что? Какое место? Перинатология это отрасль тяжелого заболевания гипоксии плода. А, вот это вот, да? Вот чем занимается эта первая патология. То есть внутриутробное состояние неродившего еще человека, да? Совершенно точно. Так. Его данный прибор весом 300 грамм позволяет контролировать состояние плода. Он вмещается в карман, в палату там. Автономно, а также существует программа, с помощью которой записывается кривая частоты сердечных сокращений. И по стандартной медицинской методии проводится анализ по 10-балльной системе, по Фишеру. И выставляется оценка состояния плода. Ну, к примеру, вот данная кривая. Анализ показывает, что состояние плода 7,5 баллов. А, простите, вот он что измеряет? Скорость кровотока? Он измеряет частоту сердечных сокращений. Вода. Да. И он показывает, что вот частота какая-то кривая какая-то такая вот она, ломаная вся. Вот именно. Норма кардии отмечена в середине. Это 120-160 ударов в минуту. А выше и ниже – это акселерации и децелерации. То есть повышение, уменьшение ритма сердца. То есть этот маленький человечек еще там волнуется внутри сердца? Совершенно точно. Он также реагирует и на состояние матери, на ее состояние. Он также двигается, в отпуске, также и спит в покое. И это можно тоже проследить по кривой ЧСС. А вот если бы такой прибор был, знаете, до маленьких размеров уменьшен, как мобильный телефон, наверное, каждая женщина могла бы постоянно наблюдать реакцию своего будущего ребенка на окружающие события. Покурила она, у него сердце заколотилось. Поволновалась она, что-то такое случилось. И, наверное, она как-то раньше бы началась считать его человеком, а не частью своего тела. И, может быть, абортов было бы меньше. Кодовой аппарат прерывания беременности. Ага, вот так, да. Который знают всех. Ага. И женщины, и мужчины. Все, кто уцелел от этого аппарата. Он создает вакуум, с помощью вакуума изыкается вакуум. В целом это одна система. В данном случае контролируется фетоплацентарная недостаточность. То есть, вот это состояние, оно определяет, название определяет не только состояние плода, но и матери. Заволновалась мать, заволновался и плод. Он так же реагирует, так же все происходит, как уже нарожденные. И там и эмоции есть. Для какого срока плода? Начиная с 8-12 недель беременности. И во втором примесле, третьем примесле и родах. И получается это так, что это вообще-то у вас в случаях, так сказать, угрожающего положено применять, да? Ну, когда, как говорится, на сохранение его влажаться. Нет, нет. Все беременные должны обследоваться на данном аппарате. Для чего это делается? Для того, чтобы проследить динамику. Одно время он может быть в нормальном состоянии. А через неделю он может быть в угрожающем состоянии. Понятно. То есть гипоксия, это... Ну, я не буду называть цифры по России. Это пониженное содержание кислорода, да. Это пониженное содержание кислорода. То есть кислородное голодание плода, так говорят. По разным причинам. При наличии одного в областном центре персонального компьютера, да, с программой, и к нему подсоединенного телефона, позволяет записывать из любой точки района кривую и имеют обратную связь. Если врач в дежурном режиме, он смотрит, и присланная диаграмма ЧСС тревожно, он может сразу же в экстремном случае дать консультацию в район. То есть будет идти постоянное мониторирование состояния еще не родившихся людей. Да, да. Здорово. И, кстати говоря, если действительно станет легко доступна такая вещь, наверняка это повлияет на снижение числа абортов и повышение числа живорождений. Совершенно точно. Ради чего мы стараемся. Будущее вообще за автоматической торговлей. Теперь автоматы могут даже делать хот-доги автоматически, представляете, вручную. Продолжение следует... Ну, это как-то так экзотика. Вот можно и человек попросить сделать, и в конце концов я могу и сам себе сделать хот-дог, если уж приспичит. А вот платежи проводить, это целое дело. Целая большая наука. Вот мы на эту тему сейчас хотим поговорить со специалистом в этом деле. Эдуард, вот вы занимаетесь проведением электронных платежей. Мы все привыкли, что вот стоят такие вот терминалы, это называется, да, через которые можно оплачивать телефоны. Вот у меня вот такой вот ряд недоуменных вопросов. Ну, во-первых, вот мы туда денежки засунули, это понятно, там приедет инкассатор, их заберет. А как же информация передается туда, куда следует, что вот кто и для чего заплатил? Что по кабелю или по радиоканалу? Вообще вся информация передается через сеть интернет. Обычный покупается, самый простой способ, покупается обычная сим-карта, вставляется в модем, настраивается, включается услуга JPRF, настраивается подключение и все, канал готов. Ну, если все так просто, то сразу у умных людей возникает вопрос, а нельзя ли как-нибудь так сделать, чтобы заплатить деньги, ничего не заплатя, не заплатив, да? Заплатить 10 рублей, а что-то тебе на счет записали побольше. Конечно, от этого существует защита. Существует защита, помимо того, что используется определенный протокол передачи, также еще используются специальные шифрования с использованием пары определенных ключей. Ну, любой вид шифрования. А какая длина ключа? 1024 бита. Это значит, вариантов получается 2 в степени 1024. Да, причем, это шифрование используется как при передаче от терминала на процессинговый сервер, так и при передаче информации уже другой, другой парой ключей от процессингового сервера непосредственно к провайдеру услуг. То есть двойная защита происходит. Двойная защита. Да. Это вообще тогда нормально, тогда нормально. Вот я раньше был театралом, а теперь я любитель кино, и всегда есть проблема купить билет в кино. А вот было бы здорово, подошел к такому терминалу, поколдовал, выбрал нужный сеанс, нужный театр, заплатил и получил билетик. Так будет когда-нибудь? Уже есть. Такие терминалы уже стоят. В Москве? Да, в Москве стоят такие терминалы, они продают билеты на зрелищные мероприятия. Их пока не так много, но эта стезя развивается. Помимо этого, развивается направление продажи РЖД-билетов на пригородные поезда, что актуально для Москвы, потому что въезд пассажиров, пассажиропоток достаточно велик. Особенно в Москве, из Московской области туда и обратно. Очень часто рассказывают про такой опыт. Берем, говорит, ржавое железо и опускаем его в колу. Ну, кола – это напиток прохладительный. И вот подержим там какое-то время, и вы знаете, говорят они округлив глаза, ржавчина растворяется, удаляется. На самом деле в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что в пищевых продуктах, в них органические кислоты. Если вы откроете учебник химии, там есть таблица растворимости всяких там солей разных кислот. Так вот, соли уксусной кислоты – это единственная кислота, которая попадает в школьный учебник химии из органических кислот. Они все растворимы абсолютно. То есть органические кислоты удаляют прекрасно всякие загрязнения, всякие окислы, ненужные металлы, там, где они не нужны. Вот. И, кстати говоря, очистители от ржавчины заготовок, их можно оказывать, вы не поверите, безвредно для здоровья пить. Это потрясает. Это не кола, не кола, но пить можно. Это смесь всяких органических веществ, ну, органических кислот, которые, кстати, в составе всяких там кол тоже входят. Так вот, эта смесь органических кислот, если ее намазать на поверхность ржавого железа, железа, покрытого двухвалентным железом, оно переведет его, будет продолжать окислет, превратит его в соединение трехвалентного железа, органические соединения. Такое вот, в общем-то говоря, антикоррозионное покрытие, хоть и шершавое, но по которому можно красить. И оно будет держаться намертво к железу, а на него намертво прилипнет краска. Вот такая разработка. Между прочим, это можно пить. Да? И вот сейчас разработчик при нас сделает несколько глотков. Да? Галина Федоровна, сделайте несколько глоточков. Сделаем несколько глоточков. Учитывая то, что мы являемся непосредственными производителями данного продукта, и он действительно экологически чистый и не вреден как для человечества, так и экологической среды, я продемонстрирую то, что действительно подтвердил наш корреспондент. И для всего народа глотаю при всем. Для всего человечества? Для всего человечества, для того, чтобы подтвердить качество. Нас видят даже в Южной Америке. Так, качество нашего продукта. Все без обмана. Помните слова Ломоносова? Науки юноши питают, отраду старцам подают, счастливой жизнью украшают, несчастной помощи подают. Ну вот насчет того, что помощь подают, это понятно. Польза от прикладной науки очевидна. А вот отрада старцам, развлечений, вот этот вот элемент развлекательности науки, его часто очень как-то забывают. А ведь наука это еще и отрада, развлечения, всякие занятные штуковинки, которые непонятно как работают. Да, представляете, это же на самом деле целые отрасли индустрии, народного хозяйства, разные наукоемкие развлекалки. На ваших глазах происходит чудо. Летающий тарелки, летающий тарелки. Я не пойму, а как она может держаться? Она у вас вращается? В какую сторону они направлены полюса, от того магнита, который внутри этого велетина? Ну тут внутри два сложных магнита кольцевой формы. Так. А вот что внизу, я даже не знаю, мы не пробовали ее разбирать еще. Серьезно? Да. Ужас какой. Вот будет интересное явление, если стеклышко убрать. Видите, она висит не вращаясь. Она полетит туда? Ну она сдвинется, и магниты упадут, полностью подтверждая закон, что один постоянный магнит в поле другого не может без дополнительных ограничений в устойчивом состоянии находиться. Вот как эта конструкция хранится. Это обычный кубик, но, уверяю вас, собрать его без подсказки для этого состояния будет очень тяжело, потому что здесь 216 магнитов очень сильно. Вот силу этих магнитов я вам продемонстрирую следующим образом. О-о-о, через руку в поле чего? Это состав не один железобор, и на одном магнитике держится вся конструкция. Хотя весит она довольно немало. И из-за того, что эти магнитики смещаются, когда вы их пытаетесь собрать, очень непросто придумать, как их собирать. Как мы собираем? Ну, здесь куча задач очень интересных возникает. Как эти... Вот здесь все просто, да, допустим? Здесь понятно. Да, цепочка понятно. Цепочка просто. А когда вы ее складываете вот таким вот образом, уже задача становится чуть сложнее. Но на самом... Здесь она довольно простая в этой цепочке, она устойчивая за счет того, что у вас здесь идет север-юг вот так вот, а снизу с другой стороны. Это получается как куберовская пара, да? Да. Вот этот кубик... Ну, мы шутим, что его называют кубик прапорщика. Все грани одного цвета. Ага. Но собрать его не так уж и просто. Он зеркальный, кстати говоря. Он зеркальный, он так и называется. Мне интересно... Я бы сказал, что это пример не столько... Да здесь все, и топология... Нет, топологии здесь нет. Скорее, здесь конструкторская мысль. Потому что ведь здесь очень сложные замки придумали люди, чтобы эта конструкция не разваливалась. Работала, да? И она работает. А вот еще какой-то вот такой весь... Какой-то такой дутый шар такой. Это что ж такое? Ну... Дутый какой-то. Это кубик Рубика 7 на 7. 7 на 7? Это 7 на 7 на 7, правильнее сказать. Ага. Но это не самый большой наш рекордсмен. Показать вам нашего рекордсмена... Покажи эти рекордсмены. Это дефицит, это коллекционный экземпляр. Вон там. И тоже вот он крутится, пожалуйста. Он тоже 7 на 7? Нет. 9 на 9 на 9. 9 на 9 на 9. Так что это по поверхностям получается 81 на 6. 486 клеток, да? Мне страшно считать, не то что... 486. Я его осторожно кручу. Кто-нибудь-то его собирает? В принципе, их собирают все, потому что различие в сборке кубиков Рубика состоит в четных и нечетных. Они все основаны на кресте. Да. Крест держит конструкцию. И собирая 3 на 3, допустим, его отличие от сборки 5 на 5, 7 на 7 и 9 на 9, 11 на 11 не сильно отличаются. А вот отчетные кубики. Отчетные у них немножко другая, потому что у них нет центрального кубика. Кстати, вот кубик Рубика, у которого нет центрального креста. Есть вообще все конструкции... А как он механически работает? Он работает. То есть это тоже пример конструкторской мысли, как можно сделать замки, которые переходят и работают. А вот у вас еще тут такой вот кивает головой и хлебает воду. Ну, это наш любимый пример вечного двигателя, как мы говорим. Работает без батареек. Так. И работает до тех пор, пока вода холоднее воздуха. Поскольку такое часто встречается в природе, то там можно бесплатно вырабатывать энергию. Ищем инвестора, который подсоединит к нему генератор. И я думаю, после этого у РАОЕС появится мощный конкурент. Принцип этого работы в чем? Вот он там забрал немножко клювиком воды, да, изменился? Здесь происходит следующая вещь. Вот эта жидкость внутри, этот сосуд запаян, она немножко испаряется, как бы бьет ему в голову. Голова у него ударяет в голову, совершенно верно, просто испаряется. И когда ударяет в голову, поскольку у него вот голова холодненькая, начинает конденсироваться эта жидкость и остается там. Там сосуд внутри не проливай. Вот сейчас видно, как жидкость сливается, когда он наклонился, и переходит назад сюда. И он опять отклоняется. И опять отклоняется, и этот процесс повторяется. Испаряется, конденсируется, переливается назад. Ну вот, время нашей передачи истекло. Надо расставаться. Конечно, не хочется расставаться, что там говорить. Но всегда такая радость в душе, что пройдет неделя, я снова с вами увижусь. Вот ради этого и живем. Всех благам, удачи. Я пошел.